Напоминаю, что 24 и 25 августа у подножья горы Гасфорта состоится фантастическое событие. Это фестиваль экстремального туризма X-Fest, на котором будут представлены 15 интерактивных площадок. Одной из которых, кстати, станет площадка по виндсерфингу. И напротив меня мастер спорта по парусному спорту, участник Олимпийских игр Алексей Токарев. Алексей, доброе утро, рад вас приветствовать. Доброе утро, я тоже рад вас видеть. Алексей, а что будет происходить на вашей интерактивной площадке, которая будет посвящена именно парусному спорту на фестивале X-Fest? Мы предоставим три комплекта для обучения. Также мы проведем в течение дня несколько мастер-классов. Спортсмены покажут свое умение в управлении парусной доской. А также сможем научить тех людей, которые захотят попробовать себя в виндсерфинге. Я думаю, что всем понравится. Алексей, парусный спорт на меня, например, навеивает какие-то романтические чувства. Вообще, как так получилось, что вы связали свою судьбу с этим прекрасным видом спорта? Вообще сложно ли, да? На самом деле, человек, который обладает хотя бы минимальными координационными умениями, кататься на велосипеде, на скейте, вполне за час-полтора сможет научиться стоять на доске и ей минимально управлять. То есть, если я правильно понимаю, никакой дополнительной, может быть, физической подготовки не нужно для новичка, для любителя, который захочет встать на доску? Конечно. Сейчас материальная часть, на которой происходит обучение, позволяет подобрать под любые физические кондиции спортсмена и по весу, и по телосложению, то есть по силе, любую материальную часть. И он достаточно быстро научится двигаться на доске, а впоследствии глиссировать, потому что глиссирование – это основная задача виндсерфинга, которая придает человеку адреналин, и он после этого уже не может соскочить с этого вида спорта. Это такой определенный драйв, определенный вид адреналина, да? Конечно, конечно. А правильно ли я понимаю, что детки тоже могут становиться на доску? Да. В каком возрасте? У нас есть опыт обучения детей с 7-8 лет, и достаточно быстро дети учатся, без всяких ограничений. Единственное ограничение – это, конечно, какие-то заболевания сложные, а так, в принципе, джилет и вперед в море. А что для вас участие в фестивале экстремального туризма «Иксфест»? Принимаете ли вы участие впервые в этом году? Или, может быть, до этого уже была такая возможность? Ну, в «Иксфесте» мы принимаем впервые участие, но, в принципе, мы часто показываем мастер-классы в городе, проводим совместно с Парусной Федерацией Севастополя свои соревнования по виндсерфингу. На парусной неделе проводим мастер-классы частенько. То есть очень часто привлекаем молодежь и всех, кто любит море и отдых, активный отдых на воде. Мы будем рады видеть. А с какими словами вы бы обратились к тем телезрителям, кстати, которые смотрят и которые только мечтают встать на доску? Например, это я. Что нужно делать? Как не бояться? Как избавиться, может быть, от страха? Или нужно просто прийти на занятия и довериться вот такому опытному инструктору, да, как вы? Ну, самое простое – это, конечно, не лежать на кровати на диване, встать и пойти к морю. У нас город достаточно подготовлен в этом плане. Есть парусная школа в Круглой Бухте, очень хорошо там готовят и детей, и взрослых, сдают материальную часть в прокат. То есть тех, кто умеет уже. Есть на мысе Толстом, в центре бухты в Севастопольской, есть спортивный клуб ЦСКА, там готовят деток. Ну, а так, в принципе, наша акватория севастопольская очень многообразна. Роза ветров очень хорошо подходит и для парусного спорта, и для виндсерфинга. Есть пляжи песочные на северной стороне, есть каменистые отмели, где формируется большая волна, где и серферы любят покататься. И виндсерферы. Так что наш город очень благоприятен для занятий виндсерфингом. Алексей, буквально маленький вопрос в завершении нашей с вами интересной беседы. Наша программа «Утренняя». С чего начинается ваше доброе утро, мастера спорта по парусному спорту? Ну, прежде всего, конечно, есть и зарядочки, есть и какие-то моменты посмотреть прогноз погоды в интернете. То есть, чтобы знать, куда сегодня лучше отправиться за поиском ветра. Вот. Ну, с этого начинается день. Да. Алексей, спасибо вам огромное. Желаю вам хорошего продолжения дня и отличного участия на фестивале X-Fest. Всего самого хорошего.